Дмитрий Пенять 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 Смежная тема — это, конечно же, транспорт наш, уважаемый. Расскажите по поводу транспорта. Недавно, накануне летом, буквально руководители учреждений муниципальных заявили о том, что минимальная стоимость проезда должна быть 40 рублей. Были горячие споры между жителями. Какое решение в итоге принято и какого мнения вы придерживаетесь? Вы знаете, на сегодняшний момент тариф не изменился, хотя, вы знаете, тариф в городе Владивостоке — один из самых недорогих тарифов России. И я полагаю, что, наверное, было бы неправильно с точки зрения административного управления ставить бизнес в невыгодные условия по сравнению с конкурентами, по сравнению не то что с конкурентами, а по сравнению с бизнесом в других городах. В городе Владивостоке именно автобусным перевозкам уделяет глава очень большое внимание. Если мы посмотрим, то у нас самые современные автобусы в городе ездят. То есть у нас есть и попады наши, которые участвуют в дорожной жизни города. То есть у нас есть новые маны, у нас есть новые маленькие автобусы, которые точно так же наравне с коммерческими перевозками. И это как раз вот уже от них прозвучала фраза о том, что не хватает денег. Да, безусловно, не хватает. Тариф, я полагаю, что должен быть, с точки зрения как раз экономики, он должен быть поднят. Но на какую цифру, я не готов обсуждать. На 10, 20, 30, 40 рублей по одной простой причине, потому что есть у нас специальные органы, которые сидят и получают информацию как раз от наших и коммерческих, и муниципальных перевозчиков. И на основании их информации производят свои расчеты. Но мы с вами прекрасно видим, что как минимум у нас уже даже с прошлого года бензин на 2-3, дизельное топливо поднялось на 2-3 рубля. Наши автомобили, они ездят на как раз топливе. То есть у нас поднялись запчасти. У нас много импортных автобусов, практически все импортные автобусы. У нас поднялся курс доллара, соответственно, выросла себестоимость этих запчастей. Поэтому, безусловно, мы должны идти в ногу со временем. И, конечно, периодически тариф должен подниматься. Другой вопрос с точки зрения жителя города Владивостока. Конечно, каждому жителю, в том числе, им не хотелось бы, чтобы тариф был подешевле. Это нормально. Но для этого, наверное, благосостояние жителей города Владивостока должно соответствовать, опять же, тем реальным сегодняшнего дня. Уровень зарплат должен также расти, точно так же, как будут расти тарифы и так далее. А почему от карта «Мой дельфин» не прижилась? Как вы считаете? Вы знаете, не прижилась, наверное, много тому причин. Самая главная причина — это то, что ни частные перевозчики, ни владельцы этих карт, скажем так, не проявили должного внимания и старания и не захотели просто этим пользоваться, значит, это не такая, скажем так, необходимая и удобная вещь. То есть, я думаю, что именно поэтому она и не прижилась. Хотя, безусловно, есть много способов для того, чтобы отрегулировать платежи, то есть, чтобы налоги в бюджет платились. Но я еще раз подчеркну о том, что тариф должен соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Наша страна живет в рынке уже не один год. И сегодня с точки зрения силы, с точки зрения административного ресурса невозможно заставить людей, имеется в виду коммерческих перевозчиков, да, и муниципальных. То есть, если муниципальные перевозчики могут датировать, да, то есть из бюджета города получать дотации, то коммерческий перевозчик платить ему никто не будет. И поэтому было бы неправильно, значит, поддерживать одних и убить других. По одной простой причине, что это тоже люди, это тоже рабочие места, это тоже вложенные деньги, взятые кредиты на покупку новых автобусов. Много факторов, да? Да. Скажите, вот вы являетесь лидером Единой России. Как строится работа партии, как вы ее задачи, как вам взаимодействие с другими партиями, как это происходит? Да, в Думе города Владивостока представлены, безусловно, у нас партии парламентские, да, то есть это и наша партия Единая Россия, руководительная фракция, которой я являюсь, у них более 24 человека в Думе города Владивостока. Это представлена коммунистическая партия России, да, это справедливая партия и ЛДПР. Взаимодействие происходит в основном с этим, то есть в принципе мы взаимодействуем в основном только на общем заседании Думы, наверное, города Владивостока. Все остальные партии, у каждого своя задача, у каждого, значит, свое видение развития города. Да, что касается нашей партии, я могу ответственно сказать о том, что мы регулярно проводим свои заседания, мы все собираемся, обсуждаем и повестку дня предыдущего заседания Думы, прорабатываем все вопросы, которые будут обсуждаться на заседании Думы, несмотря на то, что эти вопросы были обсуждены уже в комитете, вырабатываем решения свои, которые потом целенаправленно проводим уже на заседании Думы. Безусловно, хочу похвалить своих коллег с партийной дисциплиной, о том, что все люди ответственные, что все всегда участвуют активно в заседаниях комитетов, всегда приносят свои предложения, всегда участвуют в заседаниях Думы. И я думаю, что благодаря в том числе фракции партии «Единая Россия» в Думе города Владивостока у нас еще не было сорвано ни одного заседания Думы. Все решения, которые проходили через комитеты, которые были вынесены на общее заседание Думы, они были приняты. Кроме того, что мы рассматриваем повестку дня, мы еще и рассматриваем многие другие злободневные вопросы. Это мы отдельно создавали свои комиссии по правилам дорожного движения. Это о том, что наши партийцы участвовали в работе комиссии, которая помогала, не помогала, а которая совместно работала с администрацией города Владивостока для того, чтобы изучала общественное мнение, выезжала на местах. Это и по пешеходным переходам, и по ограждениям леерным принимались решения. Это принимались решения в том числе и по установке светофоров и так далее. Но это в помощь тем решениям, которые уже были непосредственно администрацией города приняты. У нас была создана комиссия, которая разбирала вопросы экологии в городе Владивосток. Это очень большой, такой злободневный вопрос для города, потому что мы живем у моря, да, и сегодня, к сожалению, федеральное законодательство, оно как раз регулирует о том, что море принадлежит, значит, Российской Федерации. Это так. А город Владивосток не имеет права тратить деньги, значит, на то, чтобы проводить мероприятия и по очистке акватории, и по, значит, соблюдению требований, в том числе и федерального законодательства. Это у нас заходят и суда всякие, и иностранные суда, и российские суда, да, то есть всегда должен быть вопрос, куда сбрасывается мусор, куда сбрасываются легальные уводы. И поэтому, конечно, безусловно, то есть вот такие вот важные вопросы. Кроме этого, бывает, что к нам напрямую обращаются жители города Владивостока, чтобы мы рассмотрели тот или иной вопрос, который интересен именно жителям города Владивостока, либо высказали свое мнение по тому или иному вопросу. Поэтому фракция собирается не менее одного раза в месяц, и поэтому мы всегда открыты для диалога с другими партиями, но пока к нам никто не обращался. А вы вот второй раз уже работаете, да, второй созыв работаете в Думе. Чем отличается от предыдущего? Наверное, не бывает одинаковых созывов по одной простой причине, что все люди разные. А предыдущий созыв работал в очень интересное время. Это как раз, когда возводились объекты саммита, когда приходилось очень часто собираться, порой принимать оперативные решения очень быстро. В том созыве принимались очень такие важные документы. Это, безусловно, генеральный план был принят, да, то есть и другие вещи, это и были приняты положения в бюджетном процессе, да, который регулирует как раз вот бюджет города Владивостока, как он собирается, из чего, значит, как тратится, как расписывается и так далее. Вот, ну, я вам скажу, что предыдущий созыв Думы отработал, я считаю, на отлично, да, то есть передал бразды правления нынешнему созыву Думы, и нынешний созыв Думы, он просто продолжает работать, потому что постоянно меняется федеральное законодательство, постоянно происходят какие-то обновления, вот уже был принят дважды бюджет города Владивостока, и город в Новый год вступает уже с принятым бюджетом, и поэтому, в принципе, несмотря на то, что время идет, задачи разные, но Дума города Владивостока работает хорошо, я считаю. Интересное ваше мнение, как члена Комитета по местному самоуправлению, о реформе грядущей, которая касается как раз местного самоуправления. Да, реформа местного самоуправления, конечно, безусловно, все ее ждали, да, ну, пришла она, как всегда, неожиданно. Вы знаете, есть положительные какие-то моменты, есть те моменты, которые, наверное, бы я не хотел, чтобы они присутствовали в городе Владивостоке по одной простой причине, на сегодняшний момент уже у нас сформировалась позиция, что у нас есть глава города Владивостока, да, вот, у нас есть Дума города Владивостока, я бы не хотел, чтобы в нашем городе было несколько районных дум, да, то есть, поэтому я полагаю, что сегодняшняя модель управления городом, для города, она оптимальна. Это мы видим и потому, как происходит и очистка города, и на возникновение каких-либо аварийных ситуаций. Сегодня у нас есть такая организация, как МОЛ, дороги Владивостока, и в случае, если бы мы приняли, значит, положение о том, что город Владивосток поделить на пять районов, то есть, будет пять муниципальных дум, да, то есть, пять районных дум, вот, то есть, мы должны будем разделить все свои предприятия городские на сегодняшний момент, там, МУГ, допустим, дороги Владивостока поделить на пять районов, да, по-честному, у каждого свой бюджет и так далее, поэтому я полагаю, на сегодняшний момент для города Владивостока это неприемлемо, вот. Но в любом случае, сегодня федеральный закон говорит о том, что окончательное решение об устройстве города будет принимать законодательное собрание Приморского края. Я думаю, что законодательное собрание услышит жителей нашего города, потому что свое мнение общественное, мнение как депутата, и я разговаривал с общественниками, да, и с жителями города Владивостока, никто не хочет каких-либо революционных перемен, все хотят жить в красивом, спокойном городе, чтобы был свет, тепло, вода, чисто, чтобы работали коммунальные службы, работали сотрудники полиции, в городе было безопасно и комфортно. Ясно. А на одном из круглых столов, да, еще была затронута тема умного города. Вот облегчают ли эти технологии взаимодействия с гражданами? Вы знаете, город Владивосток, я хочу сказать, я вот тоже подчеркивал в начале передачи, о том, что администрация города Владивостока не сидит на месте, и мы даже два года назад участвовали, два или три года назад участвовали в международной конференции, которая проходила в Германии, да, потому что у нас в городе Владивостоке была установлена одна из современных систем освещения, то есть это так называемый умный свет, который загорается в определенное время, который тухнет, который не нужно объезжать, посмотреть каждую лампочку, потому что на мониторе у оператора есть, значит, полная картина, как освещается город Владивосток, какое, где, значит, требуется замена, да, то есть и так далее. Вот поэтому, безусловно, город не стоит на месте, и должны, не они не должны, они происходят как раз и вещи, не на все, наверное, хватает денег, потому что умный город – это в том числе и недешевый город, да, то есть хотелось бы, конечно, сразу сделать все как по последнему слову техники, как во всем мире, ну, мы к этому идем, все вещи, которые, все новинки, они изучаются, и, конечно, по мере необходимости и по мере, значит, возможностей бюджета они применяются в городе Владивосток. Со своей стороны еще хотел бы добавить о том, что все это стоит денег, и, конечно, нашим жителям, особенно молодому поколению, то есть стоит бережно относиться к этому, и, к сожалению, имеют случаи, когда даже наши умельцы могут разбить вещи в антивандальном исполнении, да, которые разбить невозможно. Поэтому, конечно, безусловно, город этому вниманию уделяет очень большое. Также активно обсуждается развитие города, да, урбанизация. Тоже зрители и читатели обращались с вопросами, что именно Дума делает для развития города, как в этом процессе участвует. Дума города, конечно, то есть это представительный орган власти, да, который как раз вот способствует написанию муниципально-правовых актов, которые определяют вот правила развития в городе в том числе, да, у нас есть своя концепция развития города Владивосток, у нас есть генеральный план, который будет меняться в ближайшее время. Одно из последних это то, что совместная работа это и администрация города, и краевой администрации, правительство России о том, что в городе, к сожалению, очень мало, практически нету, значит, городской земли, да, она на сегодняшний момент либо принадлежит администрации края, либо она принадлежит землям военных. И было принято решение о том, что как раз вот участок выделить большой земли в районе Артековской для того, чтобы закрыть вопрос по выделению земель для семей, имеющих трое и более детей, это исполнение федеральной программы, программы президента, который определил как раз вот о том, что эти земли должны бесплатно выделяться, и не просто выделяться земля, а там должны быть подведены и коммуникации, и дороги, и свет, то есть вся инфраструктура. И поэтому сегодня уже, думаю, принято решение о том, что мы формально должны были согласиться с тем, что мы принимаем земли, которые в районе Артековской будут переданы нам правительством Российской Федерации. И я полагаю, что как раз это вот одно из таких вот вещей по развитию города Владивостока. Это те новые дома, как раз по новым современным технологиям, потому что по старым уже никто строить, конечно, не будет. И это, конечно, рост города. Ну, плюс, безусловно, в городе Владивостоке достаточно много, безусловно, старых домов. То есть я, конечно, у меня было свое видение, я предлагал свою программу о том, что старые дома как раз должны расселяться за счет муниципалитета, и на месте их строятся новые современные дома по современным технологиям. Сегодня такая работа ведется в городе Владивостоке. Вы знаете о том, что вот недавно 130-квартирный дом, то есть подрастеление светлоаварийного жилья. Поэтому я полагаю, что город Владивосток развивается, и будем поработать в этом направлении и дальше. А еще неоднократно говорилось, что у Владивостока все шансы стать визитной карточкой среди стран азиатских. Чего ему не хватает, на ваш взгляд, чтобы он приблизился к этому званию? Вы знаете, чего не хватает? Наверное, такой вопрос непростой. Красивая территория, красивый ландшафт, красивые дома. Я полагаю, что, конечно, город Владивосток один из таких вот непростых в плане строительства, потому что у нас центр весь застроен до невозможности. У нас те магистрали дорожные, которые требуют больших капиталовложений для того, чтобы их переделать, потому что у нас там идут и коммуникации различные, даже элементарно ремонт путепровода на столетие, то есть парализовал, по сути, на месяц город, хотя ребята-строители, конечно, под напором главы сделали достаточно быстро эту работу. Поэтому, конечно, сложно сравнивать себя даже с ближайшими соседями, с тем же Китаем или Кореей, где современнейшие дороги, там, где дороги построены так, что вся грязь уходит в специальные канавки. И еще я изучал этот опыт, просто стоят специальные фильтры, которые не дают с точным вводом, очищают дополнительно фильтры, чтобы не попал туда ни бензин, ни масло в грунт. И, конечно, я бы хотел, что те дороги, которые новые строятся, в городе Владивостоке не которые старые, старые ремонтировались, понятно, безусловно, а те новые дороги, которые строились, они, конечно, бы, чтобы современные технологии, о том, чтобы вот как раз вот это все внедрялось, применялось. И вообще за то, чтобы, что дома, да, то есть, что дороги, чтобы не было одинакового всего. То есть была красивая, хорошая дорога, были красивые современные фасады, современные дома по современным технологиям, энергосберегающие и, то есть, со всеми вот этими вот вещами. А еще вот Чуркин, по сути, стал вторым центром, да, благодаря мосту. Вот чего, может быть, инфраструктуре не хватает для того, чтобы он приблизился и уравнял свои шансы, чтобы не застраивали центр, да, например, а переходили постепенно и на Чуркин тоже? Вы знаете, ну, на самом деле-то Чуркин тоже застроен у нас очень плотно, да, поэтому, как бы, сегодня мы говорим о том, что там есть уже и центр досуга, да, это и как раз и театр оперы и балета, мы сегодня говорим о том, что я знаю, там есть проект по кинотеатру новому возведению, да, вот, и поэтому люди должны жить что на окраине, да, они должны видеть заботу, они должны видеть развитие города, что в центре, вот, поэтому я полагаю о том, что сложно мне сказать, что можно такое сделать. Вы знаете, это хорошо, что город Владивосток не стоит на месте, ведь, в принципе, невозможно жить в идеальном городе, да, потому что мы вот большое внимание уделяли проблеме детских садов, да, сегодня уже жители города обращаются и говорят, да хватит уже детские сады строить, давайте уже новые школы строить, да, то есть это только может радовать на самом деле, потому что уже, ну, хватит, ну, сколько вы уже этих детских садов-то там строили, потому что люди видят о том, что на самом деле новые входят, да, то есть вот, потом освещение, да, то есть у нас было там несколько тысяч фонарей, да, сегодня у нас их более 40 тысяч фонарей, вот, и, конечно, отремонтировали дорогу, да, ой, давайте еще освещение, сделали освещение, давайте еще что-нибудь сделаем. Ну, невозможно жить в идеальном городе, и это хорошо, потому что это как раз вот рост, это развитие вперед, ну, конечно, безусловно, даже смотря на наших соседей, у нас есть к чему стремиться, но сегодня я не вижу, что город Владивосток стал намного чище, намного красивее, и работа в этом направлении продолжается, и даже тот проект ВКАДА, да, который будет строиться, там есть такие хорошие, интересные моменты о том, чтобы рассматриваться, чтобы не перекрывать красивый фасад города, да, то есть часть дороги пустить, допустим, в тоннель под морем, да, и поэтому у этого есть примеры, я вот недавно был в Японии, как раз там тоннель происходит тоже вот под речкой, и как раз вот идеально все сделано, и жителям нравится, да, то есть и там как раз недостаток территории там вот подвига, а у нас как раз это вот именно красивый фасад, потому что город наш красивый, и, конечно, то есть мы не должны его закрыть никакими дорогами. А еще вопрос такой, как вы видите Владивосток и его жителей в среднесрочной перспективе, например, лет 20? Ну, я бы хотел видеть на самом деле, чтобы это, наверное, все-таки был двухмиллионный как минимум город, да, и я полагаю, что те усилия правительства сегодня, администрации края, администрации города, которые как раз направлены на то, чтобы город Владивосток был визитной карточкой в Азиатско-Техоокеанском регионе, визитной карточкой именно России, потому что именно отсюда начинается Россия, да, на Востоке. Поэтому я бы хотел, конечно, видеть красивый современными домами город, с счастливыми жителями, да, чтобы дети ходили в школы, чтобы наш университет гремел на весь мир, вот. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы было все красиво и хорошо. Да, картинка красивая очень. К сожалению, наш разговор уже заканчивается, да, в эфире была Прямо Медиа Лайв. Спасибо, что вы были с нами. В гостях у нас был Дмитрий Пенясь. Дмитрий, еще раз спасибо вам большое. Всего доброго. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok